Дни рождения в этом заведении справляют каждый день и не по одному разу. Несмотря на высокую загруженность центра, в коридорах тишина и покой, что наверняка дополнительно настраивает на позитивный лад. А настрой такой, ох, как нужен. Подготовка к таинству появления нового человека начинается прозаично. С заполнения карточки. Тест на беременность проводится? 16 лет. Утро-звуковое исследование. Проводилось? 12 лет. С роженицами в Видновском перинатальном центре работают 79 высококлассных специалистов, среди которых 27 врачей высшей категории, 12 кандидатов и один доктор медицинских наук. Количество родов, принятых только в прошлом году, впечатляет. С 2012 года присвоен статус перинатального центра. В общем, каждый год понемногу прибавляется родов. За 2016 год у нас было 6635 родов. Это на 500 больше, чем в 2015 году. Получается, что в перинатальном центре появляется в среднем 19 младенцев в день. И день сегодняшний не исключение. Готовимся к рождению ребеночка. Состояние ребенка отслеживается по монитору картиотокографии. Здесь показываются схватки, здесь состояние ребенка. За пациенткой ведется постоянное мониторное наблюдение. Состоянно рядом с пациенткой находятся врач или акушерка. К сожалению, не все роды проходят нормально, а потому уже пятый год здесь действует отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, благодаря которому Видновский роддом и приобрел статус перинатального центра. Это отделение у нас на 20 коек. Его нам мало. В общем-то, в перспективе хотелось бы расширить это отделение. Многие молодые мамы и не подозревают, что в конце прошлого года Видновский перинатальный центр отметил свое 30-летие. Везде сделан качественный ремонт, установлено суперсовременное оборудование, для работы на котором врачи проходят постоянное обучение. Персонал хороший, специалист хороший, новый роддом. Все чистенькое, новенькое. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи борются за жизнь только что рожденных детей. Забот у персонала хватает. Вывешивание, обработка, поменяем пампер с кормом, инвекции, назначения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе уже в этом году откроется 5 новых перинатальных центров. И это станет определенным подспорьем для Видновского учреждения. Ведь помимо Ленинского он обслуживает еще 5 соседних районов. Мы будем только рады, в общем-то, тому, что будут открываться новые перинатальные центры. По возможности, о чем мы мечтаем, и наш перинатальный центр расширится. Для этого, в общем-то, нужно строительство нового здания или, может быть, здания, которые уже построены. Пока мы снимали и готовили к эфиру этот сюжет, на свет появилось 5 новых россиян. Они попали в хорошие руки и скоро вместе с родителями отправятся домой. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.